Лали-папа, лали-папа, лали-лали-лали-лали-папа, лали-лали-лали-папа, лали-лали-лали-лали-папа... Екатерина Зверева, мы с бабушкой. Папина машина с тихим рычанием прыгает вперед и прямо с места обгоняет всех. Это самый лучший автомобиль и для города, и по бездорожью, потому что мой папа знает толк во многом. В машинах, в компьютерах, в телефонах и фотоаппаратах. Так что у меня всегда все самое быстрое и современное. Я не хвастаюсь, просто это правда. Только в деревню все это взять мне не разрешили, потому что бабушка против прогресса. Так мама сказала и добавила, что она немного отстала от жизни. А я решила, ведь это очень даже неплохо. Бабушка будет мне сказки рассказывать, колыбельные петь, оладушки печь. Я же всего этого и не нюхала за свои 9 лет. Очень быстро закончился город. Замелькали какие-то деревья, испуганно шарахнулась в сторону корова, и вот мы уже на месте. В первый раз в жизни я вижу деревню, и бабушку тоже вижу в первый раз. Деревня мне нравится, а бабушка не очень. Бабушка совсем не похожа на отсталую. Ни платочка, ни морщинок, ни кружевного передничка. На ногах кеды. Я-то надеялась на лапти, но их, наверное, уже и в деревне ображки никто не носит. И джинсы. Совершенно очевидно. Такая бабушка не станет сказки сказывать. Не будет поводу скоромыслом ходить, баньку топить. Да и оладушки печь наверняка не умеет. Спрашивается, зачем такой бабушке запрещать мне компьютер. Чем я наполню долгие скучные вечера, если не будет моих любимых игр. Внученька, Марусенька, кричит бабушка и бросается мне на шею. Да какая же ты у меня большенькая. И что же вы мне ее раньше-то не привозили. Некогда было, говорит папа. И наскоро чмокнув ее в щеку уезжает. Потому что у него всегда срочные дела. Бабушка мчится по лестнице, перескакивает через две ступеньки. И тащит за собой мои вещи. Я даже запыхалась. Ведь комната моя на самом верху. Ну вот, я тут все устроила, как детям нравится. Я молчу. Говорят сумасшедшим, лучше не противоречить. А то, что бабушка не в своем уме, ясно как день. Для начала в комнате нет кровати. Будешь спать на печке, бодро объявляет бабушка. У нас здесь холодно по ночам. Оно и понятно, что холодно. Окно открыто, Настя ж. У нас тут пчелки поселились. Так я уж окошко не закрываю, чтобы им удобнее было. Так летают целый день, так летают. Тебе с ними не скучно будет. Еще бы, пчелиный рой в комнате, не соскучишься. Бабушка, а зачем тут бревно? Как зачем? А дрова? Пилой напилишь, потом топориком колоть будем вместе. Я тебя научу, ты не бойся. У меня, конечно, дров в сарай много. Но я думаю, тебе захочется самой порубить. А это что за штука у окна? Телескоп. Напомню вечерком, я тебе покажу кольца Сатурна. Нет, я не про телескоп. А, так это скелет. Не настоящий учебный. Я подумала, что в куклы ты уже не играешь. Не нравится? Да нет, он очень симпатичный. Ну, разбирай вещи и поднимайся, завтракать будем. Ты хотела сказать, спускайся, мы ведь на верхнем этаже. А завтракать-то мы будем на крыше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok